Студия медиакнига представляет. Владимир Василенко. Черная черепаха. Читает артист Олег Новиков. Глава первая. Серый пик. В бою нужно твердо стоять на ногах, мангуст. Порой одно это может решить исход схватки. Ваюнбао перемещался то влево, то вправо, ступая по верхушкам невысоких столбов, вбитых в землю. Их было, пожалуй, около сотни и располагались они идеальным квадратом в шаге друг от друга. Поднимайся. Он крутанул своим тяжелым посохом и застыл в центре тренировочной площадки. Столбы были почти одинаковой высоты. Где-то мне по грудь и в диаметре сантиметров 30. Я без особого труда забрался наверх и попрыгал от одного к другому, то просто перешагивая, то запрыгивая на очередной столб обеими ногами, да еще и с разворотом. В паркуре такие элементы называют accuracy. С места или с разбега заскакиваешь на какой-нибудь небольшой по площади объект, перила, кромку забора и удерживаешь на нем равновесие. У меня с этим особых проблем не было. Чувство баланса натренировал еще в детстве на спортивной гимнастике. Но как? Усмехнулся я, серией крученых прыжков подбираясь к наставнику. Наверняка другие ученики такого и через месяц тренировок не смогут, а? Последним прыжком я эффектно перемахнул сразу через два ряда столбов и приземлился точнехонько перед Бао. Ай! Я успел заметить его движение, но вот отреагировать уже нет. К села и самым концом посоха больно хлестнул меня по левой лодыжке, сбивая равновесие. В падении я умудрился приложиться плечом, копчиком, обоими локтями и виском. Секунд десять валялся на твердой утрамбованной земле между столбами, исторгая из себя протяжный стон. Кое-как поднял голову, отыскал взглядом наставника. Тот смотрел на меня с невозмутимой мордой и терпеливо ждал. Ужимки и прыжки – это вовсе не то, что подобает истинному монаху. Мы же не брачный танец мартышки разучиваем. Адепт пути выверяет каждый свой шаг и каждое движение. Он не тратит энергию попусту, а направляет ее в то русло, что приведет его к победе. Поднимайся! Очень много чего хотелось сказать в ответ, но я неимоверным усилием воли подавил в себе эмоции. Перечить этому упрямому кошаку себе дороже. Еще и посохом полбу отхватишь. Уж что-что, а это я успел уяснить за время нашего с ним общения. После памятного разговора в «Золотом павлине» прошло два дня. Псы пока оставили меня в покое, так что все это время я посвятил прокачке навыков и тренировкам с бау. Качался в основном на юго-восточном побережье, в землях корсаров. Жирных мобов не выискивал. Наоборот, дожимал последние крохи ци из береговых дреков, грязекрабов и прочей мелочи. Заодно отрабатывал на них простые атаки посохом или острыми кастетами. Базовые характеристики я за эти дни прокачал всего на пару-тройку пунктов. Даже не хватило, чтобы покрыть потери от смерти в крепости Дервишей. Но на этих циферках я не особо заморачивался. Важнее были внутренние ощущения. Я стал куда увереннее обращаться с боевым посохом. Экипировка постепенно стала моей второй кожей. Да и в схватке я вступал уже без всяких колебаний. Даже если нарывался на сильного противника. Даже наоборот, азарт какой-то просыпался. Все то, чему я научился за последние дни, активация, аур, боевые приемы, медитация, выполнялись уже на автомате, без лишних раздумий. Я быстро вживался в роль. Денег мне пока хватало. На новую экипировку я не заглядывался. Тем более, что пока толком не знал, что мне нужно. Сосредоточился на выполнении последних двух шагов для инициации. Нужно было как можно быстрее прокачать знание ЦИ и медитацию до следующего уровня. Для развития знания ЦИ учитывался каждый противник, у которого я забирал часть силы. Насколько это мощный противник, не имело значения. Счетчик исправно увеличивался на единичку, что после хлипкого дрека, что после моба посерьезнее. До глубокого знания ЦИ мне нужно было наколотить больше трех сотен мобов, так что я валил мелкоту пачками до тех пор, пока за них хоть что-то давали. И конечно, каждую игровую сессию я начинал с паломничества в пещеру на сером пике, доставшуюся нам в наследство от Дракенбольта. Это уже стало своего рода традицией. Источник ЦИ за сутки успевал накопить солидную порцию чистой энергии. А учитывая, что пока что в эту пещеру никто, кроме меня, не наведывался, весь этот куш доставался мне. В пещере я медитировал, создавал жемчужины чистой ЦИ, часть из них тут же пускал на прокачку умений, выучил два новых приема из атакующей ветки. Водяной столб и удар волны. Немного увеличил и емкость собственной батарейки. Теперь я мог накопить уже до семнадцати зарядов ЦИ, расходуемых в бою на всякие умения. Каждое умение пока по-прежнему отнимало по одному заряду, так что мои возможности в бою расширились. Хотя все равно зарядов ЦИ катастрофически не хватало, особенно в затяжном бою. Не забывал я и навещать Бао, либо в самом лагере, либо через Туманный чертог. Эта вот тренировка на столбах как раз проходила в чертоге. За пределами площадки все тонуло в серовато-белой дымке. Наши посохи сталкивались. Я парировал удары к силая, пробовал атаковать сам, параллельно стараясь держать равновесие. Каждый удар отдавался в пальцах вибрирующей волной. Оружие стало чем-то вроде паучьей тревожной струны, по движениям которой тот засекает свою жертву. Посох Бао мелькнул в воздухе возле моей лодыжки. Наставник явно намеревался снова подсечь меня быстрым хлестким ударом. Я в последний момент успел поджать ногу и тут же вернуть ее на место. Бао немного пошатнулся, увлекаемый инерцией собственного удара. Одобрительно хмыкнул. Уже лучше. Посохами мы махали еще с четверть часа. После этого перешли к следующему упражнению, метанию чекрама. Время, которое можно проводить в туманном чертоге ограничено, а тренироваться здесь удобнее, не тратишь зарядов ци, нельзя пораниться или умереть. Так что я теперь старался проводить эти встречи с Бао с максимальной пользой. Либо приемы отрабатывал, либо пытался что-нибудь выведать о дальнейших шагах. Шепот смерти. Прошелестев в воздухе, впился в высокий деревянный стол почти параллельно земле. Но сантиметров на 20 выше красной зоны, в которую я метил. Я в полголоса чертыхнулся и подождал 15 секунд, пока чекрам не вернулся обратно в слот быстрого доступа. Так было быстрее, чем ходить за ним туда-сюда к столбу. Позволь спросить, почтенный. Завел я разговор, снова отправляя смертоносное кольцо в полет. Метать чекрам на первый взгляд легко и удобно. Но вот для того, чтобы добиваться прицельного попадания, похоже, надо основательно потренироваться. Тем более, что я намеренно отрабатываю броски на вскидку из любого положения. В реальном бою мне никто примиряться и замахиваться не даст. А вот нежданчик из этого оружия может получиться очень даже эффективный. Бао кивнул, давая понять, что готов побеседовать. Вот и отлично. Я уже потихоньку изучил его повадки. Если сразу лезть с расспросами, сенсей начинает фыркать, раздражаться, а то и дубасить почем зря посохом. Но стоит проявить учтивость, а лучше еще и немного польстить, как он меняет гнев на милость. Плюс, конечно, еще и основательно подросшая репутация СКСИ играет свою роль. «Совсем скоро я завершу свои шесть шагов и стану настоящим монахом. Нет-нет, я не собираюсь расспрашивать тебя, что мне делать дальше. Знаю, всему свое время». Ксилай, открывший был рот, чтобы прервать меня, усмехнулся в усы. «Я хотел спросить об алтарях стихий. Ты рассказывал, что они разбросаны по всему Артеру?» «Да, есть пять великих алтарей. Черная черепаха, повелитель воды, здесь на сером пике. Белый тигр, владыка металла, у ледяного хребта, во Фроцвальде. Алый феникс, повелитель огня, далеко на западе, в пустошах Марракана. Лазурный дракон, олицетворяющий дерево, на юге, в джунглях Уобо. И янтарный единорог, символ могущества земли, затерян в степях Лардоса, где-то глубоко во владениях кочевников Дау. Но есть и малые алтари». «Конечно». «Конечно».